Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие сигаретки! Сегодня с вами снова я, Тигренадия. Сегодня у нас очередной мейл, Тигренмейл. И пришли вот такие три письма от Сафиной. От Сафиной, а вот ими не могу прочесть. Ну, в общем, из города Казань, затем от Оксаны из города Волхов, Ленинградская область, и от Айсы, правильно имя пришла я, Элиста. Я, наверное, начну с большого письма, потом перейду к маленьким, потому что они более плотные, и с ними дольше возиться. Да, сейчас вскрым и посмотрим, что же там нам пришло. Итак, пока вскрывала, немножко намусорила. Жалко, взяла не те ножницы, взяла ножницы, которые были для скотчей. Вот, и они немножко неровно порезали. Не люблю, когда неровно порезано, но ладно. Итак, вот вы первые видите, что здесь. Здесь я уже вижу большое письмо. Большое письмо и открытка прекрасная. Так, да, здесь у нас пусто. Итак, очень-очень красивая открытка Элиста. Вот, посмотрите, как красиво. Просто прелесть. Очень красивая, глянцевая, качественная открытка. Девушка пишет, что в республике цветут лотосы один раз в год в конце лета. Вот, и растут они не везде, ну, цветут точнее. И цветут они не везде, а лишь в некоторых поселках у воды. Цветилетки красивые, и пусть они принесут тебе удачу, гармонию. Спасибо большое. Очень-очень спасибо. И это так приятно. Теперь давайте обрежем вот это письмо. Я его взглянула с этой стороны. И вот так, кстати, не до конца прорезала. Вот. Ой, очень красиво оформлено. Просто очень. Тоже сама собиралась так некоторые письма оформлять. Еще никогда не пробовала. Кстати, здесь на конверсе вот такая вот голубка. И у нас здесь скрипка. Прям Шерлок. Письмо было отправлено с 7-го числа. И дошло оно с 10-го. Посмотрите, как быстро пришло письмо из Питера. Очень-очень быстро. Так. Возможно, я его вскрою вот так вот, да, чтобы не снимать ленточку, потому что жалко очень. Не ленточку, а ниточку. Спасибо за такое приятно оформленное письмо. Это так мило. Здесь вот тоже такое огромное-огромное красивое письмо. Просто с очень красивым почерком. И вот здесь такие тоже два листа больших. Посмотрите, как много-много-много всего. Да, обязательно тоже почитаю, когда закончу снимать. И потом отвечу. Так что ждет меня ответ Оксана. И, ребят, просто вот всегда пишите письма. И пишите большие, потому что это очень приятно, уважительно по отношению к собеседнику. Потому что когда пишите коротенькие письма, общение как-то сразу не особо складывается. Потому что видно, что если собеседнику нечего сказать, то тогда зачем вообще переписываться? Ради каких-то наполнений? Ну, не знаю, это можно. Сам себе можешь купить, в общем. Либо переписка ради обмена только. Такие тоже есть варианты. Но я считаю, что это только для подростков, для детей. Посмотрите, какая красота. Просто здесь столько всего интересного. И самое главное, здесь есть письмо. Итак, прекрасное письмо. Я успела на пазу его почитать. Просто потрясающее. Спасибо тебе большое. Немножко не разобрала, как правильно произносится твое имя. Хотя разобрала, как адрес, да, здесь написан. Вот, но немножко стесняюсь его произносить, потому что боюсь сказать неправильно. Вот, и так ты говоришь, что положила здесь памятные вещи, связанные с твоим городом. Посмотрите, какая красивая открытка. Очень красивая. Очень красивые. Уголки даже здесь такие срезанные. Прям фигурно. Очень приятная бумага. Вот так, это у нас здесь фотография изображения библиотеки Республики Татарстан. Очень красиво. Прям такая вся резная, расписная. Очень, очень красиво. Далее здесь у нас идет вот такой тэжик на ленточке. Самодельный. Кажется, самодельный, да, Мейлтек. Ой, как красиво. Здесь идут вопросы, на которые я должна ответить. Обязательно отвечу. Никогда тоже не делала тэги. Собралась в этом году начать их делать. Вот, потому что все это так интересно. Когда я начинала переписываться вообще письмами, это был далекий 2002 год, мы еще такие вещи не делали. Но мы делали очень много всего интересного другого. Вот, а сейчас столько всего нового появилось. Видимо, все это идет из запада. Вот, и посмотрите, какое красивое вообще изображение. Это календарик, да. Да, 2018 год, ого. Теперь у меня есть, что приклеить личный дневник. Это у нас Казань. Красивая. Мечтаю там побывать. У меня несколько друзей живет в Казани. Ну, теперь есть еще один друг. Вот такой вот конвертик. Здесь написано для тебя. Так красиво. Спасибо большое. Так, а здесь у нас, кажется, воздушный шарик. Да. Красивого мятного цвета. Воздушный шарик. Прикольно так. Прикольно. Короче, очень классно. Даже не думала, что можно класть сюда, в письмо, воздушный шарик. Вот, красивый конвертик самодельный. Интересно, бумага такая полосатая. Такую я не видела. Так. И у нас еще здесь лежали вот такие вот стикеры с кремлем. Очень классные. Здесь их довольно много. И лежала вот такая вот интересная калька. Очень приятная. А в кальке лежала вот такая звездочка. Да, вот она. Красненькая. Так что вот такие вот дела. Маленькие такие приятности. Жди от меня ответ. Обязательно. В скором времени. Постараюсь все подготовить. Чтобы тоже было приятно. Спасибо тебе за такое классное послание. Очень подняло настроение. Особенно воздушный шарик. Это вообще просто нечто. Как детство. Напомнила детство. Люблю такие вот мелочи, которые просто безобидные. Но напоминают о чем-то. И заставляют улыбнуться в детство. В ностальгии такую. Всех люблю, целую, обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»